12-й Всероссийский конгресс по артериальной гипертонии проходил с 23 по 25 марта в Москве. Это ежегодный конгресс, который организует Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Российское медицинское общество по артериальной гипертонии и Европейское общество по артериальной гипертонии при поддержке Минздрава России. В рамках конгресса обсуждались вопросы эпидемиологии артериальной гипертонии, особенности ее терапии в различных группах пациентов, технологии лабораторной диагностики и многие другие аспекты заболевания. По традиции в рамках конгресса проходит вручение премии Российского медицинского общества по артериальной гипертонии в трех номинациях – Мастерство, Просвещение и Лучшая клиника. Лучшей клиникой в этом году назван Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова. Просветителем года – заведующая кафедрой факультетской терапии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова профессора Оксана Андреевна Кисляк. В номинации «Мастерство» премия была вручена профессору первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Валерию Ивановичу Подзолкову. Это моя не первая награда, но вы знаете, всегда, когда награда вот именно такого уровня, когда это профессиональное сообщество присуждает, это действительно очень ответственно и очень волнительно. Эта награда, она очень значима, и эта номинация называется «Золотым камертоном», это премия номер один «Мастерство». И это оценка, казалось бы, многолетней работы, в том числе в первую голову, посвященная проблемам артериальной гипертонии. Для меня это важно, потому что докторская по гипертонии я защитил еще в 1994 году, а чтобы ее написать, лет 10 занимался до этого. То есть это уже более чем 35-летний этап работы в области артериальной гипертонии. Это и книжки, и статьи, ученики, и книги для пациентов, поэтому это действительно та область, которая посвящает огромное количество своего времени. Это часть моей жизни неразрывная и важная для меня. Если говорить о Конгрессе, то он ежегодный и говорить о том, что каждый год, например, что-то феноменальное появляется, необычное. Но, тем не менее, каждый год он привносит какие-то, может быть, нюансы в лечении, в диагностику, в лечение особых форм гипертонии. И вот как раз на этом симпозиуме очень много будет говорится именно об этих аспектах. И мне кажется, что для практикующих врача это интересно. Вы видите, какой интересный Конгресс. Огромный зал, переполненный зал. Поэтому я думаю, что как раз вот эти аспекты найдут своего слушателя и будут очень интересны именно практикующему врачу. В своем выступлении вы затронули, в отличие от других врачей, экономическую сторону этого дела. Вот приводили примеры того, как промоушен, продвижение какого-то препарата или, наоборот, какие-то рекомендации влияли на приверженность пациентов лечению. Дело в том, что в России не умеют считать деньги, и мы, как правило, тратим огромные деньги после того, как случилось. И это касается и государства, и семьи. Потому что если у человека случился не для Господь инсульт или инфаркт, для семьи это всегда катастрофа. Это огромные издержки, это кто-то должен быть дома или кого-то нанимать. Это ситуации чрезвычайно тяжелые. Это тяжело и для государства, потому что если человек 59 лет получает инфаркт или инсульт, он уходит за активность творческой деятельности. Поэтому это все абсолютно экономически просчитываемые вещи. Я когда-то читал лекцию о предотвращении инсультов и антигипертезидной терапии. И лет шесть тому назад расходы государственные инсульты, по данным академика Николая Николаевича Яхно, были выше 70 миллиардов рублей в тех рублях, которые были до санкций, до всего. То есть это, конечно, колоссальные государственные издержки. И мы четко знаем статистику, если правильно лечиться, если контролировать артериальное давление, то и больничных листов будет меньше, то есть человек будет работать и больше будет эффектово экономически. И государство будет меньше тратить на стационар. Это дорого сегодня. Особенно высокотехнологичная помощь, она нередко при этом заболевании применяется. Поэтому, конечно, все стоит денег, и деньги нужно уметь считать. Только вот я еще раз хочу сказать, что мы, к сожалению, считаем их после того, а не до того. А это есть хорошая пословица, что я был умный до, как моя жена потом. Вот надо делать всегда до. Проблема повышения приверженности лечению артериальной гипертонии была в фокусе внимания пленарных заседаний Конгресса артериальной гипертонии 2016 и дискуссии, участники которой в качестве инструмента для достижения этого рассматривали комбинированную терапию. Наверное, когда мы говорим о комбинированной терапии, чрезвычайно важно помнить, что даже удвоение монотерапии приводит к меньшему эффекту, чем добавление к одной таблетке второй. К сожалению, многие наши врачи прибегают чаще к монотерапии артериальной гипертонии. Звучит такая цифра. 53 процента врачей назначают монотерапию. Хотя мы знаем, что все больные с артериальной гипертонией и высоким риском, а таких больных большинство к нам приходит тогда, когда уже есть сопутствующие заболевания, когда есть поражение органов мишени. Большинство из них нуждается в комбинированной терапии. И вот попытка дать им два препарата нефиксированных увеличивает нагрузку, заставляет их покупать еще одну таблетку и выбирать, что принимать, что не принимать. Фиксированная комбинация позволяет чувствовать себя комфортно даже при необходимости принимать два препарата. Но не говоря о цене, безусловно, дешевле фиксированная комбинация, чем два препарата, каждый в своей коробочке. Ну и, наверное, чисто эмоциональное восприятие, новизны того, что ты получаешь, фиксированные комбинации. Они появились не так давно. А тройные комбинации вообще это новинки последних лет. Ну как не получить тот препарат, который звучит как новинка, эффективная новинка, без побочных эффектов. У названия Конгресса «Артериальная гипертония-2016» есть продолжение, итоги и перспективы. На что обратил внимание член его оргкомитета, президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Анатолий Иванович Мартынов. Это очень важно, потому что, с одной стороны, мы знаем, что артериальная гипертония широко распространена у нас в стране и оказывает серьезное влияние на структуру смертности. Это то, что можно назвать итогами на сегодняшний день. Но перспектива, когда мы обсуждаем, она многогранна. Это, конечно, в первую очередь борьба с факторами риска, которые приводят к артериальной гипертонии. Ну, я имею в виду психоэмоциональную перегрузку, я имею в виду низкий уровень физической активности, нарушению жирового обмена, избыточное потребление соли и так далее. И очень важно в плане перспективы это отработка современных методов лечения. Вот сегодня в докладе Сергея Анатольевича Бойцова прозвучали самые последние данные по тому, как мы лечим артериальную гипертонию и в эффективности. И в этом отношении был также содержательный доклад Ирины Евгеньевны Чазовой. Было показано, что все-таки лечение действительно стало более современным. Это данные, усоединенные по всей стране. И в то же время перед нами стоят задачи, которые мы должны уже решать сегодня. Решать в соответствии с теми рекомендациями, которые выработаны нашими зарубежными коллегами. Я имею в виду рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии, которые подготовило Европейское общество кардиологов вместе с Ассоциацией по артериальной гипертонии в 2013 году. И большая работа была проведена нашим отечественным обществом по артериальной гипертонии, которым руководит член Российской академии наук Чазовой Ирины Евгеньевны. Вот эта работа, она действительно оказалась результативной, потому что лечение стало проводиться на более высоком уровне. Но все-таки задач очень много. Ну, хотя вот одна для примера. По данным, которые доложил Сергей Анатольевич, монотерапия у нас занимает примерно 50% лечения больных артериальной гипертонии. Эта цифра очень большая. На самом деле, по всему миру эта цифра сводится примерно к 15%. Это вот та очередная задача, которую мы должны решать в перспективе. Мы сейчас располагаем большим арсеналом гипотензимных препаратов, но сейчас врач оказался в непростом положении. Он должен не только знать весь набор лекарственных препаратов, не только знать и совместимость этих препаратов с другими средствами, которые вынуждены принимать пациент по наличию других заболеваний, но он должен еще и знать и противопоказания всем, и должен прийти к персонализации той терапии, которая должна проводиться у каждого больного. Эта задача очень сложная. Она требует большой разъяснительной, я бы сказал, просветительской работы. И это одна из задач, которую сегодня решает вот этот конгресс. Говоря о перспективах, принципиально новых методах лечения, вот в докладе Ирины Евгеньевне было сказано о влиянии на синокаротидную зону, это наша перспектива, и влияние на сосуды почек. Есть несколько методов, есть и электрическое воздействие, можно химически воздействовать и так далее, разные методы. У нас пока в стране эти методы используются нешироко. Они имеют перспективу при так называемой злокачественной артериальной гипертонии, но уже у нас целый ряд учреждений этими методами пользуются, и мы по предварительным данным получаем хороший результат. Обсуждался также на первом заседании вопрос персонализации или перценификации лекарственной терапии у больных пожилого и старического возраста. Дело в том, что артериальные гипертензии страдают в основном люди этой категории, у них наряду с целым рядом заболеваний, которые могут ограничить применение современных препаратов, у них еще и само назначение препаратов, оно должно, ну как бы вам сказать, проводиться с оглядкой на переносимость предлагаемой терапии. У нас есть генеральная задача, артериальное давление у всех сделает меньше 140 и 90. Оказалось, что у лиц пожилого и старического возраста это во многом не получается, потому что как только мы начинаем снижать давление, то они себя начинают чувствовать хуже и были приведены конкретные результаты с процентными представлениями, конкретные результаты вот этого нежелательного влияния низких цифр артериального давления. С нами солидарны неврологи и здесь в программе происходит симпозиум с неврологами, эта проблема будет обсуждаться дополнительно. Конгресс сертифицировал всех участников по программе непрерывного медицинского образования Минздрава, полученные кредиты или баллы будут учтены при сертификации и аккредитации специалистов.